Вы смотрите новости на шестом канале студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Сбил двух пешеходов и скрылся. Во Владимире задержали водителя, который сбежал с места аварии после наезда на пешеходов. ДТП произошло 3 декабря около 15-20 в микрорайоне Юрьевец. По предварительной информации, водитель Audi 100 двигался в направлении микрорайона Спасская со стороны федеральной трассы М7 и сбил двух женщин с 49-го и 85-го годов рождения. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте. Известно, что там не было ни зебры, ни светофора. По словам очевидцев, удар был такой силы, что одну из пострадавших отбросила под колеса другого авто. В результате ДТП обе женщины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А вот сам водитель, как сообщают сотрудники полиции, после ДТП бросил автомобиль и скрылся с места аварии. В соцсетях появилась информация о том, что машина незадолго до происшествия была угнана, а ее водитель был нетрезв. Вскоре полицейским удалось обнаружить и задержать подозреваемого в угоне и совершении ДТП. Задержан 45-летний житель города Владимира. Установлено, что автомобиль, на котором совершено ДТП, ранее был заявлен как угнанный. По данному факту, в отношении подозреваемого отделом дознания УВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. За оставление места совершения дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водителям, не имевшим права управления транспортным средством, в отношении подозреваемого составлены протоколы о административных правонарушениях. По факту ДТП назначено проведение административного расследования. В холоде и темноте жители села Сновидцы уже не первый год страдают от отключения электричества в своих домах. Когда же свет в домах есть, то скачки напряжения регулярно выводят из строя бытовую технику. При этом год назад компания, оказывающая услугу по подаче электроэнергии, обещала ситуацию исправить. Что же помешало, разбирался Константин Миронов. Сновидцы для строительства село перспективное. Природа красивая и от города недалеко. Вот только сами жители жалуются, если дома удастся построить, то зимой придется сидеть без света и в холоде. По словам местных, электричество здесь отключают не реже, чем раз в месяц. Почти в каждом доме стоит котел, а из-за отсутствия света отопление выключается. И без генератора можно заморозить весь дом. Каждый месяц отключают и бывает, ну как, в течение там недели бывает по два, по три дня подряд. Один раз отключали вообще, больше суток не было, аж по даре и замерзли. Пришлось даже уезжать домой, ну в город ехать к родственникам жить, ну переночевать, чтобы как-то пережить-то это. При этом во многих домах живут маленькие дети, которые просто боятся замерзнуть в темноте. Но даже когда свет есть, претензии к подаче электроэнергии остаются. Из-за постоянных скачков напряжения из строя выходит совсем не дешевая бытовая техника. У нас страдает морозильная камера, у соседей морозильная камера вышла из строя, а микроволновая печь не греет на полную мощность. Ну а в остальном у нас источники бесперебойного питания подключены. То есть это дополнительные траты, чтобы техника не входила из строя. На самом деле ничего здесь нельзя поделать. Мы просто сидим в темноте, включаем фонарики, свечки и закрываем комнату, чтобы тепло не уходило. Причина постоянных отключений света уверены местные жители в старом маломощном трансформаторе. Он просто не выдерживает нагрузки из-за большого количества подключений. Сновидцы за последнее время сильно разрослись, а трансформатор был рассчитан на маленький поселок. Практически каждый месяц происходит, бывает чаще, даже летом происходит скачки, отключения, когда дождь, молния. Зимой происходит чаще, а от перегрузки трансформатора он не выдерживает существующих нагрузок. Проблемы, по словам местных жителей, существуют уже порядка 4-5 лет. Ровно год назад люди уже рассказывали об этой ситуации нашему телеканалу. На тот момент представители Владимирских электрических сетей заверили, что об отключениях им известно. И все необходимые работы по замене оборудования проведены. Там было технологическое нарушение по стороне 0,4 кВт. Оно устранено. Все сейчас там, так, 2-го числа, и больше ничего этого не случится. В частности, для села Сновидцы была восстанавливана кольцевая линия, которая была разворована. То есть в этом году, летом, были проведены работы по монтажу провода, и теперь имеет резерв село Сновидцы по напряжению 10 кВт. Если работы проведены, то почему у людей все еще отключают свет и ломается техника? По всей видимости, проделанной энергетиками работы недостаточно для того, чтобы обеспечить светом все село. По Владимирэнерго уже заверили, что снова будут изучать ситуацию в Сновидцах. Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей улицы 5-й линии в Сновидцах, энергетики филиала Владимирэнерго проводят комплекс необходимых технических мероприятий. В комплектной трансформаторной подстанции, питающей линию улицу, напряжение поднято до нормативного уровня. И на этой неделе, на данной улице, будет проведен повторный аудит электрических сетей. По словам энергетиков, такие отключения могут действительно случаться из-за нагрузки на трансформаторную подстанцию. Но точно это можно будет сказать только после проведенного аудита, который укажет на истинную причину неполадок. Константин Миронов, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Почему Владимирские сельхозугодия зарастают лесом, а аграрный комплекс региона затормозился в развитии? Эти вопросы обсудили сегодня на круглом столе, организованном законодательным собранием области на базе Аграрного колледжа в Ново-Александрово. В обсуждении острых проблем сельского хозяйства приняли участие депутаты, представители федеральных служб, исполнительные власти, муниципалитетов и сельхозпредприятий. По данным департамента сельского хозяйства, на сегодняшний день в 33 регионе не обрабатывается больше 240 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Это 40% всех сельхозугодий региона. Такое положение дел не устраивает руководство области. В Белом доме намерены приложить все усилия для изъятия таких участков у нерадивых хозяев и создания необходимых условий для инвесторов, готовых развивать сельское хозяйство региона. В нашей области, например, очень в зачаточном состоянии находится разведение крупного рогатого скота. Очень большие успехи у нас есть по молоку, но нет, допустим, на сегодняшний день достаточного количества свинины. Причем свинины той, которая может быть востребована в перерабатывающей промышленности. Есть очень много вопросов, связанных с сельским хозяйством нашей области. И главное, что может сдвинуть этот застоявшийся такой кум с мертвой точки, это то, чтобы земля переходила к людям, которые готовы, еще такие пока люди есть в нашей стране, готовы обрабатывать эту землю и выращивать сельскохозяйственную продукцию. Самая большая проблема, по словам экспертов, участки, которые граждане получили в собственность от предприятий еще в советские времена. Именно они не обрабатываются по 15 лет и давно поросли лесом. Местным властям уже поручено составить списки собственников, чтобы возвращать такие наделы муниципалитетам через суды. Отдельный вопрос, выкупленный с целью заработка поля. Сейчас законодательство предусматривает изъятие участков сельхозназначения, если на них ничего не сажают больше трех лет. Но, по словам депутатов, инвесторы, желающие вкладывать деньги в аграрный сектор, не станут так долго ждать и уйдут в другие регионы. Областные законодатели считают, что эти сроки нужно сократить и намерены обратиться с такой инициативой в Госдуму. Кроме того, в Белом доме не исключают, что на региональном уровне тоже будут приняты законы, направленные на развитие сельского хозяйства. Вроде как бы у нас есть право взымать, вроде есть такие нерадивые собственники, но мы, изъяв ее, встаем в Клин, мы не можем ее передать дальше. Мы не можем провести торги, потому что там есть определенные заковырки законодательства, которые надо сейчас просто снимать. Упор делать на муниципальный контроль, больше вводить повышенные ставки налогов нерадивым собственникам, чтобы они все-таки или отказывались от земли, или все-таки ее начинали использовать. Просто тут нужна совместная работа всех органов власти. За три года у любого человека, который хочет заниматься сельским хозяйством, от желания пропадет. Причем существует очень много лазеек, передача собственности на эту землю, которая позволяет людям, владеющим землей, оставаться также ею владельцами, не обрабатывая эту землю. Мы хотим вот с помощью всех органов, всех ветвей власти, федеральной и местной власти, и законодательной власти, мы хотим соединить эти земли, которые ждут своего часа, чтобы их кто-то, хозяин взял, обработал, вырастил на них продукцию, которая так нужна нашему народу, и соединить человека, который хочет прийти на эти земли. Причем соединить быстро и без лишних препоний. Музею недонауки общественность Владимира всклыхнула очередная новость из музея-заповедника. Якобы накануне научные отделы музея были реорганизованы, и теперь бывшие научные сотрудники будут заниматься выставочной деятельностью. Так ли это? И что думает об изменениях руководства музея и неравнодушной общественности? Мнение выслушал Алексей Домнин. Удивлять и развлекать. Один из лозунгов прежнего руководства Владимира Сузельского музея-заповедника, кажется, вновь дал о себе знать. По имеющейся у нас информации, с понедельника 3 декабря научные отделы музейной империи региона реорганизованы. Оставшихся научных сотрудников перевели на должность специалистов выставочного отдела. Делали это, конечно, по согласию сотрудников, но по информации общества друзей музея-заповедника вариантов людям просто не оставили. В музее директорам был издан приказ, согласно которому научные сотрудники должны были подписать соответствующий документ, бумагу, о том, что они согласны на перевод на вот эту новую должность сотрудника проектно-экспозиционного отдела. И в противном случае, согласно приказу, им грозило увольнение. В результате получается, наука музею не особо нужна. И теперь время его сотрудников будет посвящено организации новых выставок. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии научных отделов, наша съемочная группа отправилась в Музей природы, где, к слову, экспозиция настолько постоянна, что любители музея могут с закрытыми глазами рассказать, какой из экспонатов где находится. Сегодня в Музее природы прошло открытие выставки под названием «О чем молчат рыбы». На ней присутствовала и временно исполняющая обязанности нового руководителя музея Мария Родина. По словам бывшего заместителя гендиректора по научной работе, ничего страшного не произошло. Мы не обязаны отчитываться перед городской общественностью, какие отделы мы создаем. Научные сотрудники остались. У них был сформирован из нескольких отделов один и большой проектный экспозиционный отдел, который будет заниматься созданием и разработкой проектов новых экспозиций. Примерно так же отвечал и экс-директор Владимира Сульского музея-заповедника Игорь Конышев, когда закрывал детский музейный центр. По словам нынешнего музейного руководства, поменялись лишь наименования должностей специалистов, но функции остались прежними. Но для чего было создавать один большой отдел и менять должности научных сотрудников? Предоставить внятный ответ не только общественности, но и СМИ, руководство музея, похоже, не намерено. А пока Владимира Сульский музей-заповедник переживает новую реорганизацию, жители Владимира обеспокоены тем, что происходит в бренде региона. Теперь неизвестно, что будет с этим музеем. Мы очень переживаем за это. Очень-очень тревожно, что происходящие в музее изменениях не мешают посетителю. Уходят работники, уходят опытные специалисты. И некому уже рассказать о том, как все начиналось и как все это создавалось. Мнение жителей города разделяет и почетный президент музея, герой труда Алиса Ивановна Аксенова. Именно при Алисе Аксенове в музее активно занимались научной деятельностью. Почетный президент Владимира Сульского музея-заповедника и сама написала не одну книгу о Владимире и Суздале. Эти труды и сегодня пользуются спросом у любителей истории. Напомню, Алиса Ивановна выступала с резкой критикой работы Игоря Конышева. Но после его отставки политика нового времени осталась прежней. По словам Алисы Аксеновой, новое организационное решение продолжает вести музей к разрушению. А слова о том, что функции научных сотрудников сохранятся, не соответствуют действительности. Это нарушение основ основы. Любой музей, вы знаете, он не может быть без научной работы. Даже маленькие-маленькие музеи, и те обязательно какие-то темы выделяют, работают над ними. Потому что музеи – это не склад, куда привозят, инвентаризируют и спокойно продолжают работать. Будущее музея для всех остается неопределенным. Куда вывернет кривая музейных перипетий? Ответ на этот вопрос, видимо, даст только время. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В результате аварии и травмы получил водитель Рено. С преломом голени и многочисленными ушибами его госпитализировали. Во Владимире следком проверяют информацию из соцсети о гибели двухлетней девочки. Якобы в конце ноября родители водили ее в поликлинику на Токарево. Потом здоровье малышки ухудшилось, но врачи-скорые сначала отказывались везти ее в больницу. А когда ребенок все-таки попал в реанимацию, то прожил там всего 40 минут. 30 ноября девочка умерла от менингококовой инфекции. Следователи пока подтверждают только диагноз. Действия фельдшера-скоры и врачей детской поликлиники только еще предстоит проверить. Также в ходе доследственной проверки будет встреча с родителями ребенка. И только тогда следователь восстановит истинную хронологию событий. В Вязниках молодую бабушку будут судить за гибель внучки. Женщины всего 45 лет, и у нее есть свои маленькие дети. С ними, а также с двумя внуками, 19 августа прошлого года она находилась на придомовой территории, где есть пруд. Один из сыновей закапризничал, она повела его в дом. В это время внучка, которая всего год и 8 месяцев, осталась без присмотра и упала в пруд. Когда ее нашли, вызвали скорую. Та доставила малышку в реанимацию, где спустя несколько дней девочка умерла от отека головного мозга. Действия медиков признаны следкомом грамотными, а вот бабушку будут судить, поскольку домашний пруд был частично не огорожен. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Крестный ход по центру города его приурочат к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. 5 декабря с 15 до 16 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по Большой Московской и Большой Нижегородской. От улицы Гагарина до площади Фрунзе. Крестный ход организует Владимирская епархия. Во время его проведения предусмотрены маршруты объезда по улицам Гагарина, Лыбецкой магистрали, Луначарского, Устиналабе. Лучших юристов года накануне чествовали в столичном музее Великой Отечественной войны. Традиционно мероприятие проводится профессиональный праздник правоведов, на котором вручается и премия нашего земляка, известного российского реформатора Михаила Спиранского. О том, кто удостоился высших юридических наград, расскажут мои коллеги. Чествование лучших юристов года ежегодно – одно из самых главных событий всего юридического сообщества страны. Накануне оно прошло в столичном музее Победы на Поклонной горе. Ведущих представителей профессии наградили высшими правовыми наградами. Среди них и Всероссийская премия имени Михаила Спиранского. Идея ее учреждения в память о выдающемся общественном и государственном деятеле, основателе российской юридической науки, родилась на Владимирской земле, родине Спиранского. Не случайно, что в этом году премию нашего великого земляка вручал председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. На торжественной церемонии он особо отметил значение награды. Это очень высокая премия, премия юридического сообщества. Она учреждена Ассоциацией юристов Российской Федерации по инициативе Владимирского регионального отделения юристов. Это премия в памяти Михаила Михаила Спиранского, нашего величайшего земляка, который всю свою жизнь, в общем-то, посвятил делу служения нашему государству, который впервые в России сформировал свод всех законов. На самом деле, очень важно, что мы помним о этом величайшем человеке. Лауреатами премии Спиранского стали те, кто внес значительный вклад в развитие современного законодательства нашей страны. Ее обладателями в этом году стали первый вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Анна Денисова и главный научный сотрудник сектора философии, права, истории и теории государства и права Российской Академии наук Владимир Графский. Лауреаты отметили, что премия Михаила Спиранского является символом преемственности в профессии и исторической связи всех поколений юристов России, о чем сегодня говорят и сами молодые правозащитники. Для нас действительно важно, чтобы наши дела и наши заслуги были каким-то образом оценены и поддержаны сообществом. Именно здесь мы можем узнать о тех подвигах, которые совершили те или иные юристы, потому что это не только правозащитная деятельность, но, возможно, это общественная деятельность. В рамках торжественной церемонии были названы лауреаты главной юридической награды страны «Юрист года». Одной из наград за правозащитную деятельность удостоилась уполномоченной по правам человека Татьяна Москалькова. «Искусство для школьников и педагогов». В 49-й школе Владимир открылась выставка знаменитого художника Виктора Шамаева. На ней представлены десятки работ разных лет. Среди них графические, масляные и знаменитые акварельные картины мастера. Эта школьная выставка – продолжение масштабного проекта, главной задачей которого – не только познакомить учеников школ с работами Владимирских классиков, но и вдохновить на творчество. О чем художник рассказал ребятам и понравились ли им его картины, узнала Маргарита Махрова. «Искусство для школьников и педагогов». «Искусство для этого нужно, а еще раскрывать некоторые секреты живописной техники». «Главное качество художника – это любить свое дело и понимать то, что ты делаешь, и знаешь, что это нужно, необходимо. Работаю я дистиллированной водой. Вот снеговая, дождевая вода, но не водопроводная. После пользования нескольких раз, краски после этой воды каменеют трудными работать». Виктор Шамаев много путешествовал и везде находил новые мотивы для творчества. Вдохновляют художника люди и природа. Его картины хранятся во многих коллекциях России и мира, а в Германии мастера даже назвали «Гроссмейстером акварели». Теперь работы знаменитого художника появились и в новой 49-й школе города. «Пространства для экспозиции здесь хватает, говорит директор, поэтому к встречам с прекрасным в школе готовы». В этом фойе работы юных художников размещены рядом с картинами заслуженного мастера, и это не случайно. «Нельзя разделять детей и писателей, детей и художников, детей и актеров. Вот очень хочется, чтобы это было взаимосвязано, чтобы дети могли стать непосредственными участниками». На выставки и в музей, к сожалению, уходят далеко не все современные школьники, говорят организаторы. А тут экспозиция, по сути, сама приходит в школу, чтобы познакомить с искусством и вдохновить. «Картины все настоящие, хочется на них смотреть снова и снова. Мне нравятся больше портреты и пейзажи, например, потому что каждая природа по-своему хороша». «Такая большая выставка мне очень нравится, потому что можно увидеть, какие нарисовал картины Виктор Шамаев». Проект «Искусство идёт к детям» стартовал весной этого года. Сейчас работы Виктора Шамаева могут увидеть ученики пяти образовательных учреждений. Одновременно в школах размещено более двухсот его картин. Экспозиции задуманы как передвижные выставки, которые периодически сменяют друг друга и переезжают из школы в школу. «Основу мы берём как реалистическое искусство, потому что именно оно лежит в основе, опять же, всех педагогических методик, которые проходят в школах. На сегодняшний день мы оформляем грантовую заявку на получение средств по поддержке этой экспозиции и намерены развиваться дальше». К слову, организаторов уже есть несколько заявок от других школ города. При этом к проекту призывают присоединяться и других владимирских художников. Ведь настоящего искусства в современном мире очень не хватает. Внесли свой вклад в победу. В Владимир возвратились Мария Изабелина и Екатерина Назарова. В составе российской сборной они участвовали в чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Какие результаты продемонстрировали студентки первого курса в ЛГУ и о чём мечтает девушка, способная поднять в три раза больше собственного веса, узнал Александр Рынин. Глядя на эту хрупкую девушку, трудно понять, на что она способна. Верный помощник в нелёгком виде спорта – вот этот пояс. Его Мария надевает каждый раз, когда собирается взять вес. «Он поддерживает брюшную полость, но как бы на соревнованиях он помогает не всем. Некоторые спортсмены чувствуют себя лучше и без пояса. Но лично мне он помогает в приседе, и я стараюсь на тягу тоже одевать пояс». Пауэрлифтинг ещё называют силовым троеборьем. Мария увлеклась им случайно. Четыре года назад пришла в спортивный зал позаниматься на тренажёрах. Тренер потолкнул девушку к штанге. «Самые первые веса для меня, наверное, килограмм сорок. Мне было, да, тогда страшно. Тогда всё тряслось, руки не слушались, ноги не слушались. После тренировок я уходила прям, не знаю, ватные ноги были». Но постепенно девушка входила во вкус, стала участвовать в районных чемпионатах Марии родом из Вязников, показала себя на первенствах области. Веса, как говорят силовые троеборцы, вначале были маленькие, сопоставимые собственным весом. Мария весит всего 47. Зато на только что прошедшем чемпионате Европы спортсменка выступала за российскую сборную. И в приседании взяла 105 килограммов, а в тяге – 137,5. Соревнования проходили в литовском Каунасе. Это был первый вылет Марии из маленьких Вязников за границу. И первый в её жизни самолёт. «Я летела первый раз, мне было очень интересно, как вообще ощущения. И немного так сердце сжималось при взлёте, при посадке, но мне понравилось». Из Литвы Мария вернулась с бронзовой призёркой среди юниорок и с двумя серебряными медалями. Как раз за приседание и тягу. Девушка теперь говорит, что в этом виде спорта всерьёз и надолго. Её тренер Сергей Иванов за будущее Владимирского пауэрлифтинга спокоен. «В нашем регионе 25 лет уже, как спортсмены Владимирской области и конкретно Владимирского госуниверситета, выступают на международной арене. Пять заслуженных мастеров спорта, 15 чемпионов мира. Мы всегда выделялись в регионах России, и владимирских спортсменов знают во всём мире». На этом же чемпионате ещё одна студентка в ЛГУ Екатерина Назарова в весовой категории до 57 килограммов среди девушек до 18 лет была третьей в жиме лёжа, взяв 72,5 килограмма. А ковровчанка Инна Филимонова стала вице-чемпионкой Европы по пауэрлифтингу. Кстати, у силового Троеборья в этом году юбилей 30 лет, как пауэрлифтинг существует в России вообще и во Владимирской области в частности. Александр Инин, Артём Горчаков, Шестой канал. Это всё, о чём мы вам успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 366666, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДА Влажность воздуха 90%. Окна Плофен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. СПОНСОР ПОГОДА